Добрый день! Компания ZAPKIA. Я Анатолий, являюсь автомехаником техцентра. Сегодня я вам буду рассказывать и показывать по замене ТНВД. Машина у нас Kia Sorento 2.2 HB 2014 года. Клиент у нас пришел с жалобами на стружку в топливе. Сделали диагностику, то есть провязвили, сняли топливный фильтр, вскрыли заборник в баке и да, там на самом деле мы обнаружили стружку. Вот, то есть стружка у нас идет от ТНВД. Сегодня мы ТНВД этот заменим, сейчас покажем. ТНВД мы будем устанавливать ребилдовый, он восстановлен из Кореи, тоже вам покажем его. Также мы здесь уже просто произвели, как бы сегодня мы вам не покажем, мы произвели замену топливного фильтра, который находится в очень труднодоступном месте. Необходимо снять корпус воздушного фильтра, АКБ, и вот там он в самом углу находит. Это мы сделали, мы также помыли топливную рампу, регулятор давления топлива с торца и датчик давления. И также мы вскрывали топливный бак. Топливный бак помыли, заборник помыли. Вот, у нас осталось только сменить ТНВД. Сейчас я вам вот покажу эту коробочку, то, что мы будем ставить. Ну вот он наш насос. Вот так он выглядит. Это восстановленный, то есть с Кореей, ребёнок. Вот, здесь даже есть такие вещи, подтверждающие, что он на самом деле с Кореей. Это наличие корейской газеты. Такие даже есть вещи. Так, начнём с того, что в первую очередь берём сверху, то есть подвод топливной системы и отсоединим датчики, то есть верхнюю часть. Потом мы будем снимать защиту, то есть у нас нештатная, потом штатная пластиковая. Снимем переднее правое колесо, там тоже снимем защитный чехол, снимем приводной ремень и ролики. И на крышке ГРМ у нас с торца имеется пробочка под ТНВД, то есть цепь снимать мы не будем. Сейчас мы вам всё как бы это вкратце покажем. Вот, смотри, сейчас я начну снимать проводочку. Так, вот здесь жгутики я открутил. Вот у нас разъём свечей накала. Датчик давления топлива. Резиночкой не надо падать. Удаляем. Датчик давления масла, датчик коленвала. Снимается всё это не всегда хорошо и удобно, зато при сборке сборка проходит гораздо быстрее. Бывают иногда сложности в снятии датчиков. Так, а, кстати, вот насос у нас находится вон там внизу. Вот он стоит. Находится в довольно трудном месте. Вот, и без подготовки, так сказать, и опыта довольно сложно произвести замену. Там есть ряд нюансов, которых потом постараюсь вам объяснить и рассказать, что как это проще всё сделать. Вот так мы сейчас наверх отгибаем. Так, также нам надо оценить полностью топливную систему. Подачу и обратку. Также могу пока занять рассказать о том, что автомобиль прошёл 210 тысяч у клиента. Нареканий на автомобиль не было. Ну, производились ремонты по полному приводу. То есть очень многие водители данного автомобиля сталкиваются с проблемой муфты полного привода, чашки дифференциала, АКП также. Так. Так. Сейчас её надо зафиксировать, чтобы она не мешалась. Вот так. Ну, вот что-то вроде бы стало проясняться. Здесь вот как раз патрубочек охлаждения есть. Его тоже необходимо снять, он не сильно мешает, но лучше снять. Там сольётся буквально литр антифриза. Все эти патрубки заводские, если они снимаются в первый раз, они стоят очень жёстко, поэтому не бойтесь их необходимо подковырнуть. Так. Теперь вот это у нас датчик коленвала. Сейчас мы удалим трубочку высокого давления с ТНВД. Проводочек отведём в сторонку. Вот ключиком на 17 открутим от топливной рампы и от ТНВД. Вот там трубочка у нас. Так. Теперь необходимо отсоединить подводку к насосу. Вот этот верхний разъёмчик, вот он у нас тут имеется, он снимается довольно просто. Но тот дальний, второй очень сложно. Поэтому мне так кажется, что необходимо иметь крепкие, сильные пальцы, чтобы отстегнуть. Вот он я один отсоединил, теперь мне надо вторую руку туда подсунуть. Вот отсюда сейчас зайду. Ну да, не так это просто всё сделать. Зато при сборке всё это происходит прям очень быстро, удобно. То есть именно демонтаж проходит довольно сложно. Опять же, разъёмы пластиковые, зажимы, попадает песок и не даёт отщёлкнуть. Так, вот он наш топливопровод. Вот он как раз разъёмчик, который ближе к нам. Он попроще снимается. И вот этот дальний. Довольно сложно его снять. Потому что, как говорил, при установке это будет всё очень просто. То есть помыли, защёлкнули и всё на месте. Так, теперь сам ТНВД у нас крепится на двух болтах, которые находятся. То есть вот отсюда от нас сразу с края и второй внутренний. Опять же тоже, я бы сказал, что без подготовки будет довольно сложно открутить болты. Сейчас мы немножко продуем здесь воздух. Песочек и будем снимать. Так, вот этот подачу в топливную рампу прикроем. В избежание попадания туда мы вроде как избавляемся от стружки. Но чтобы не занести туда ничего. Так, головочка на 12. В принципе, вот это самая стандартная. То есть короткий удлинитель и длинная головочка на 12. Это, по мне, так самый оптимальный инструмент для откручивания болтов. Вот. Ну, если делаете первый раз, то будет довольно сложно первый раз. А потом, то есть всё практически делается на ощупь. А, да, я уже вот, кстати, чтобы понятно было, куда я вставляю. Вот они болты. То есть один и второй. Вот с торца видно. То есть один у нас находится под плунжером, под самим отсюда. Второй находится за дозатором, ближе к двигателю. Болты также могут идти довольно туго, потому что часто производитель использует клей. То есть резьбовой герметик, какой-то клей во избежание откручивания этих болтов. Болты идут довольно сложно. Так, ну вот мы выкрутили первый наш болт. Видите, да? То есть он стоит на резьбовом герметике. То есть это либо клей, либо герметик. То есть для фиксации болта нашего. Один болт мы выкрутили, сейчас будем второй. Со вторым немножко посложнее будет. С первым попроще. Опыты и подготовки на первый раз будет довольно сложно. Открутить эти болты. Руки не лезут. Ничего не позволяет. Болт надо еще сорвать. То есть все делается очень сложно. То есть если кто-то думает, что есть какой-то специальный ключ там у кого-то, то есть у дилеров, нет. Они откручивают таким же ключом, как и мы. Ничего у них нет. Не могу сорвать. Теперь возьмем более короткую трещотку. Опять же тоже скажу за коротенькую трещотку. Очень удобно. Допустим, если длинный я сорвал, ей неудобно. То коротенько я прям свободно себя чувствую в этом пространстве. Так, смотрите, что мы по насосу мы там закончили. Внутренний болт мы оставили немного не открученный. То есть у нас при снятии, чтобы не отскочил этот НВД, он у нас наживленный. Сейчас мы то есть принялись для того, чтобы снять защиту, колесо, то есть опять же защиту с колеса и будем снимать приводной ремень и ролики. Так, вот у нас защитка. Защитка у нас только пластиковая. То есть стоит штатная. Защитки у нас всегда поломаны, поколоты. Так, сняли мы защиту для того, чтобы вот сюда потом в поддон, когда мы снимем верхнюю подушку двигателя, упереть донкрат с подушкой, поднять двигатель. Сейчас снимем вот этот колесик и как раз вот эту боковую защиту приводном ремень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот он наш ремешок Ремешок визуально вроде не потерт, не полопался Это как порядок Но у нас есть тут ряд других проблем, которые мы будем обсуждать уже с клиентом Если кто-то, допустим, считает, что делаю что-то неправильно, какие-то вопросы, то есть можете отписываться Ответим обязательно на ваши... Также во внимание примем ваши советы Так, будем пытаться открутить шки в клиенту Ну вот он, болт поддался Со шкивом Со шкивом сразу стоит обратить внимание Вот этот налет ржавчины Вот она Говорит о том, что шкив бьет об пыльник У данных машин двухлитровых дизелей Также 2.2 Это двигатели H-A и H-B Проблема вот этот демпферный шкив Вот При работе двигателя на холостом издается такой металлический звук Очень многие пугаются, что думают двигатели Но нет, это на самом деле шкив Опять же, отталкиваясь от опыта То есть много замены Здесь видно небольшая есть такая щелочка Берем острый предмет Засовываем То есть он не должен туда засовываться Вот и здесь он не хочет засовываться То есть у нас как причиной является Обрыв вот этой резиновой части Внутренняя часть Вот она И шайба внутренняя, пыльник Стучит об основной шкив И также звук Является сам звук То есть его То есть если он у нас гремит Сам шкив Он должен же быть глухим звук То есть при ударе об металлическую часть Или допустим какой-то кафель Звук должен быть глухой Но если он лязгает То есть говорит о том Вот он Что вот этот пыльничек Который фиксируется На резиновой основе Он касается об сам шкив Вот тем самым он издает Такой нехороший специфический звук Который пугаются люди Вот по поводу этого масляного налета Здесь вот мы видим Что частично подкидывает Сальник коленвала И также где-то с передней части Но мы потом уточним И вот такой еще факт У нас обнаружили мы Вот сюда если посмотреть снизу У нас охлаждающая жидкость Вот у нас охлаждающая жидкость Наблюдаем на водяном насосе Вот она стоит Кто-то называет помпа Кто-то водяной насос Кто-то по-разному Вот здесь наблюдаем как раз Охлаждающую жидкость То есть насос у нас подтекает Ну это мы отговорим Уже непосредственно с хозяином И примем решение Будем мы менять или нет Так же с сальником коленвала Так Все, сейчас машину опускаем Будем поддонкрачивать Так, вот мы сейчас подготовили Денкратик С резиновой подушечкой Будем поднимать двигатель Делаем небольшое усилие Визуально Наблюдаем, что подушечка отошла То есть двигатель пошел вверх Уперлась Теперь откручиваем подушку Сперва открутим сам кронштейн Вот у нас один болт И три гаечки Кронштейн сняли Теперь для удобства Необходимо удалить саму подушку Подушечка двигателя Она также является у нас масляной То есть потеков не наблюдаем Трещин тоже Следующее Сейчас вот у нас массовый двигатель Отворачиваем Вот этот кронштейн Который крепится на наружную крышку ГРМ Необходимо удалить Головочкой на 14 Отворачиваем болты Болты, в принципе, как и во всех машинах Кронштейн крепится От Трех до четырех болтов Сейчас необходимо еще поднять двигатель Подняли повыше, чтобы открутить нижний болт Так, кронштейн мы удалили Так Теперь Все эти проделанные работы И дальнейшие, которые будут То есть Затевали мы из-за одного Из-за вот этой вот Заглушечки Вот она Пробочка Подключится 17 Под ней Под ней Выкрутив ее Мы увидим гайку Крепление Насоса То есть шестерни ТНВД Вот Сейчас мы также Дополнительно Сменим ролик Ролик, кстати, очень сильно гудит Если вам Слышно Ну вот Сняли мы ролик Добрались до нашей пробочки Берем ключ на 17 Пробочка Также стоит на Резьбовом герметике Довольно сложно То есть Ее открутить Ну вот она у нас пошла Там также стоит Уплотнительная шайба Чтобы не подтекала Вот такая пробочка С таким как бы Медным колечком Заглушечкой Вот и там У нас непосредственно Находится гайка Под ключ на 24 Гайка Которая держит Шестерни ТНВД Вот здесь Хотел бы сказать Вкратце При снятии насоса Это окно У нас То есть оно Дает нам снять Гайку К креплению шестерни Я это делал Неоднократно Очень много раз И Сняв допустим Не один десяток раз Насосов Я просто его Отворачивал Снимал Ставил другой Он у нас Садится как на конус Так и на шпонку Там имеется шпоночка И однажды Я не помню Даже предпоследним раз Произошла такая вещь Что цепь перескочила И сейчас На будущее То есть у меня Вроде как Решил что Двигатель Необходимо Поставить В свободное положение Цепь То есть Прокручивая его По всей видимости Вот в тот предпоследний раз Мой Когда я сменивал Сняв ТНВД Я услышал звон Это Говорило о том Что цепь перескочила Сегодня мы Установим обратно шкив Прежде чем снять Мы открутим То есть Прежде чем Насос Снять оттуда Вытащить Мы сперва сделаем Прокрутим двигатель И поставим его В свободное положение Чтобы Не случилось Такого больше Вернемся К тому Что мы сняли Заглушечку Вот эту То есть С крышки ГРМ Крышечку мы сняли Там У нас внутри То есть под крышкой Находится гайка Крепление шестерни Вот у нас есть Снятая шестерня Мы вам ее покажем Вот здесь Внутри стоит шестерня То есть Вал выходит Там гаечка Для того чтобы сорвать гайку Мы вновь Шкив Клинчатого вала Поставили на место Сорвали эту гаечку Дальше Что мы будем делать Здесь внутри Есть такая резьба Как снять Насос Вытолкнуть Для этого Есть съемник Вот такая гаечка Вот такая гаечка Ее может Как токарь сделать Так и можно Приобрести Отдельный съемник Вот Наглядно показываю Что происходит Мы ее Сейчас Вставляем в крышку Вовнутрь И закручиваем Закручиваем Оттуда у нас То есть Торчит вал Потом специально То есть Подготовленный болт Опять же Мы закручиваем Вовнутрь И тем самым Выталкиваем насос Это шестерня И То есть Эта втулка Она не даст Так же упасть Шестерня вниз И То есть Не позволит Перескочить цепи Вот Сейчас мы Все это Посмотрим Как он у нас пойдет Опять же Бывают неудачи Он сидит Бывает очень Жестко И иногда Одной подтяжки Не хватает Иногда Даже необходимо Немного стукнуть То есть Натяжечку дали Стукнули Не пошел Опять натяжечку дали Стукнули Так Ну что Сейчас мы Берем Гаечку Сейчас я Сниму И покажу Вот она Гаечка Подголовку На 24 Мы ее Удалили Туда Как я и говорил То есть Мы вот Устанавливаем Вовнутрь Шестерню И Закручиваем Хулку Немножечко Ее подтягиваем Ключиком Опять же Смотря Какой там 27 30 И туда Вовнутрь У нас будет Устанавливаться Гобболт Который Будет Выдавливать Вал Насоса Из шестерни Вот он У нас Уперся То есть Ключом На 27 Мы будем Фиксировать Чтобы не Проворачивалась Сама шестерня И ключом Уже Вторым Будем Тянуть Ну что Вернемся К нашему Насосу В принципе Мы Подготовились К тому Чтобы вам Показать Все Детально Рассказать Все нюансы Что мы Сделали То есть Мы Открутили Гайку Шестерни ТНВД То есть Вновь Поставили Шкив Каленвала Затянули Его Есть Такой Нюанс Я уже Говорил Но напомню То есть Прежде чем Снимать Насос У нас Все Подготовлено Необходимо Выставить Цепь В свободное Положение То есть Прокручивая Двигатель Мы чувствуем Усилие Компрессию То есть Камеры Сгорания И как Только Поршень То есть Пошел вниз Почувствовали Свободное Положение Цепи Вот В нем Мы оставляем То есть Это может быть Как на 180 градусов На 90 Все равно Не важно Вот мы Сейчас Дальний Болт Который У нас Более Тяжелый Мы его Выкрутили Сюда Ближе К нам Болт Мы Оставили Мы его Наживили Так как У нас Установлен Съемник При Снятии Насос Отскочит И Дабы Избежать Каких-то Поломок При Отскакивании Насоса Вниз То есть Там у нас Имеется Датчик давления Теплообменник И так далее Какие-то вещи Уже Как Говорил Насос Может Сняться Легко А может Сняться Очень Тяжело И Под Большой Нагрузкой Он Имеет Довольно Большую Силу На Отскоке Вот Сейчас Будем Пытаться Его Ослабить То есть Вот Сейчас Одним Ключом Мы Фиксируем Другим Тянем Щелк Ну По всей Видимости Это Наш Насос Пошел Да Шестерня Вышла Вот Видите То есть Опять же Там Напомню Что на валу У нас Имеется Как шпонка На ТНВД Так и Конус То есть Но По сути Шпонка Не имеет Значения Насос Насос У нас Стоит Одноплунжерный Высокого давления Общая рампа Он Лишь Накачивает Рампу Вот Теперь Берем Насос И Вытаскиваем Его Также Смотрим Что Наша Втулка Фиксирует Шестерню То есть Не дает Упасть Вытащив Просто Насос Без Съемника Шестерня Может упасть И перескочить Цепь Вот он Наш Насос То есть Вот отсюда Мы выворачивали Гаечку Вот она Шпоночка Имеется И Также Конус Сейчас Подготовим Площадку Для установки То есть Очистим От грязи Мусора И Будем устанавливать Новый Насос Вот он Насос То есть Берем Насос В руки Тут Имеется Шпоночка Насос Сейчас Я покажу Он Устанавливается То есть Шпонка Встает В двух Положениях То есть На 180 Граус То есть Либо Она Вот Внизу Находится У нас В нижней части И Также Она будет На 180 Граус Вверху То есть У нас Плунжер Всего один Необходимо Заглянуть туда Во внутреннюю часть Шестерни И Посмотреть Как у нас Стоит Если Я смотрю Отсюда То Наблюдаю Что он Стоит В нижней части То есть Нам его Надо будет Необходимо Прокрутить Вот В таком Положении То есть Мы Будем Засовывать Сейчас мы Удалим Отсюда Гаечку Сейчас Попытаемся Показать вам Внутреннюю Честь Так Как бы Через Зеркальце Вот Очень Хорошо Видно Вот Мы Видим Внутреннюю Честь И там Как раз У нас Находится Шпоночка То есть Она В нижней Части Вот Предварительно Провернули Насос И Теперь Будем Устанавливать Туда У насоса Имеется Уплотнительное Колечко Все По-разному Пользуются То есть У всех Свой Опыт Я Допустим Не пользуюсь Никакими Герметиками Если У нас Входящая Там Поверхность Исправна Без задиров Колечко Тоже Исправна Просто Смазывают Литольчик То есть Эта Необходимость Кольцо Может Закусить Так Как При Установке Цепь Немного Подтягивает Насос Все Таки Тянет Шестерню И у нас Будет Небольшой Перекос И Вот Этот Литольчик Даст Нам Возможность Не порвать Это Кольцо Уплотнительное Так Еще Раз Убедимся Что У нас Шестерня Внизу Попасть Тоже Не всегда Просто То есть Бывает По-разному Все Сейчас Будем Потихонечку Опускать Загружать Так Насос Мы Предварительно Туда Установили Теперь Нам Необходимо Снять Направляющую Втулку И С помощью Зеркала Убедиться Что Наш Вал Совпадает Со Шпонкой Шестерня Убедиться 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 М Windows Так, втулочку мы удалили, теперь также с помощью зеркальца мы смотрим, ну вот не знаю видно вам будет или нет, но вот попал он, попал он точно на шпоночку, опять же говорю нужно отталкиваться, то есть если мы сняли насос, то ни в коем случае не проворачиваем цепь, то есть не крутим двигатель, и при установке нам уже будет гораздо легче все это сделать. Так, теперь, если есть возможность, то устанавливаем гаечку, с помощью гаечки мы сможем его подтянуть, усердствовать не нужно, то есть если чувствуете, что она не пошла, то не нужно тянуть. Вот она свободно идет, то есть вроде как предварительно говорит о том, что садится. насос также мы немножечко подталкиваем, вот насос стал свободно двигаться, то есть говорит о том, что он вышел из вот этого перекоса. вот сейчас немножко подтягиваем, потом снова отворачиваем гаечку, для того чтобы убедиться, что там все в порядке. снова пользуемся зеркальцем и убеждаемся, что шпонка находится в прорези на своем месте. Теперь мы можем зафиксировать гайку крепления шестерни. Большого усилия на гайку не нужно, опять же, дело в том, что насос сидит, под коном встает, также имеется дополнительная шпонка. Гайка имеет у нас пресс-шайбу, то есть на гайке и на этой шайбе имеются насечки для фиксации, то есть при затягивании она делает себе риски и не дает ее открутиться вновь. Так, сейчас мне необходимо будет воспользоваться вторым человеком, чтобы затянуть ее. Сейчас мы немножко приопустим двигатель. Одному это сделать довольно сложно. Каким-то динаметрическим ключом мы не будем это делать. Гайка каленая, особого усилия там не нужно. То есть сорвать или сломать вы ее не сможете. Так, следующее, чем мы займемся, это установкой заглушки. Гайку мы затянули, зафиксировали, повторюсь, что воспользовались помощником. Гайка имеет уплотнительное кольцо, то есть заглушка, но так как имеется уже коррозия на крышке ГРМ, поэтому нанесем небольшой слой герметика. Так и положим, прокрутим. Использовать резьбовой герметик мы не будем. Во-первых, он там остался. Во-вторых, я не считаю это нужным. То есть, опять же, от своего опыта отталкиваясь, данная заглушка не несет никакой нагрузки. Вот. Даже учитывая вибрацию дизельного двигателя, все равно при объеме ее резьбовой части, мне кажется, она не открутится никогда. То есть, если она будет зафиксирована, то ничего не открутится. Так, берем ключик побольше, чтобы дать усилие. Вот этого будет достаточно. Так, крышечка у нас закручена. Нам необходимо установить крепление насоса, два болта. После чего мы соберем топливопровод, подсоединим проводочку. И вот как есть на данкрате, то есть, будем его запускать. То есть, мы сперва проверим, то есть, работоспособность нашего насоса, заводит, не заводит, стучит, не стучит. После того лишь только будем делать сборку оставшуюся. Также у нас там остался ряд нюансов. То есть, по роликам, по водяному насосу и сальнику коленвала. То есть, это все уточнять будет. Вот. Сейчас займемся, то есть, креплением самого насоса. Будем устанавливать крепеж. Опять же, все это довольно сложно. Необходимы навыки. Так, начнем устанавливать топливопровод. Это вот такая штучка. То есть, один из шлангов у нас подача, второй обратка. Предварительно устанавливая, здесь есть уплотнительные колечки, побрызгаем выдашечкой. Ну, или какой-нибудь смазочкой. Опять же, чтобы колечко не подкусило. Устанавливаются они довольно просто. То есть, просто необходимо дать небольшое усилие, и она защелкнется. Угу. Так, смотрим. Нет, не защелкнулась, чуть-чуть осталось. Оп, вот, мы слышали хору. характерный щелчок и также устанавливаем верхний так следующий этап вот сейчас мы ее подсоединим к общему топливной системе то есть главное не забыть те вещи на данный момент мы избавляемся от стружки в топливе то есть все детали которые я устанавливаю предварительно были помыты и обезжирены то есть обезжириваем то есть избавляясь от масла и топлива жирного с помощью воздуха можно легко избавиться от стружки которая допустим прилипла на стенки так теперь устанавливаем трубочку высокого давления сюда сейчас возвращаем ее на место так трубочку не затягиваем до тех пор пока не установили фиксатор то есть также это является держатель то есть сперва мы его заводим в топливную трубочку вот он наживляем потом будем фиксировать саму так же опять здесь вот у нас место под датчик коленчатого вала сейчас его находим выставляем место у нас свалился вниз и я потерял его из виду а нет вот она но так что в целом не не бойтесь берите делайте принципе все такие слабости нюансы я вам надеюсь смог рассказать и показать поэтому я думаю вы сможете сделать это сами так теперь фиксируем трубочку подачи как верхнюю так и нижнюю часть ну тело у нас осталось за малым нам осталось подсоединить проводочку также мы снимали здесь патрубок систем охлаждения устанавливаем на свое место по проводке могу сказать одно если учитывать то что это допустим пусть это будет корейский производитель или допустим какая-то ваговская группа неважно не бойтесь по поводу датчиков и разъемов вы ничего не перепутать все сделано для вас для удобства чтобы могли свободно то есть один другой вы не поставить то есть перепутать невозможно хотя видел разное поэтому бывало люди что и путают так смотрите разъемчики проводочку собрали все у нас на месте необходимо поставить этот кронштейн на крышку грм сейчас я прикручу расскажу причину его установки вроде как на запуск двигателя он ничем сейчас нам не может помочь но все же у него есть свои дело в том что к нему крепится масса двигателя который находится вот здесь и то есть прежде чем запустить она запустится и будет работать и без нее но у нее будет повышенная нагрузка поэтому сразу закрепим ее так кронштейн мы поставили осталось дело за запуском двигателя сейчас мы его будем запускать во первых прежде чем запустить мы его выровняем он останется также на донкрате вот и будем делать попытку запуска двигателя то есть у нас это получится не получится мы сейчас узнаем вместе с вами заранее он еще не запускался поэтому все сделаем на ваших глазах то есть если кто-то где-то не докрутили или нет это твое обязательно об этом узнаете поэтому сейчас я припущу так еще раз делаем визуальный осмотр всего что мы снимали что у нас все зафиксировано защёлка такая важная вещь чтобы ничего не пропустить так шкиф клинвала стоит на месте зафиксирован принципе все сейчас будем запускать двигатель так сейчас я пройду в кабину пилота сейчас сделаем небольшую паузу и повторим снова топливная система пустая поэтому запуск длительный будет сейчас вновь сделаем третью попытку вот он наш долгожданный запуск двигателя ну что можно сказать запуск был длительный но удачный то есть ничего вроде не подтекает работает хорошо чисто сейчас он прогреется так же делаем потом компьютерную диагностику проверим параметры датчиков давление дозатор вот пока мы здесь сейчас попрошу обратить внимание на дымочек вот здесь идет нет небольшой дымочек этот дымок идет от гута свечей накала у них именно болезнью является сама шина она очень часто греется если сейчас обратить внимание что при запуске работают свечи идет нагрузка и провод греется вот он находится у нас провод вот этот вот сейчас он поднимил и пройдет ну что будем подводить итоги нашей работы то есть замены насос насос заменили запустили все работает все исправно то есть у нас был длительный запуск сейчас он более быстрый то есть 1-2 секунды как положено смотрите наше видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки если где-то что-то вам не понравилось данном видео говорите что да как мы исправимся обязательно в этом случае то есть во внимание с примем все ваши слова